Российская власть снова взялась за участников почти голой вечеринки. Сразу несколько звезд, зашедших в ту роковую ночь, не в ту дверь, вновь столкнулись с прессингом со стороны государства. Начнем с Насти Ивлеевой, которая была организатором того веселья. Итак, за эти несколько месяцев Анастасия успела лишиться рекламных контрактов, извиниться в слезах, удалить почти все посты из Инстаграма, полюбить президента Путина и признаться, в свой день рождения она тоже время зря не теряла. У тебя был недавно день рождения? Сколько тебе исполнилось? 33. Отмечала как-то, закатила вечеринку? Я была на Донбассе. Впрочем, даже покаянное интервью не избавило Настю от проблем. Сначала движение 40-40, это компания в основном мужчин, озабоченных проблемами нравственности и, видимо, не обремененных нормальной работой, пожаловались на Лапшичную Ивлеевой. Ну а на днях налоговая закрыла ей выезд из страны из-за накопившихся долгов. Также приставы арестовали автомобиль Ламборгини, квартиры и несколько земельных участков. В итоге Ивлеева выплатила почти 12 миллионов рублей. И лично у меня тут возникает вопрос, не считайте в этом злорадства, есть ли у тех самых грамотных советчиков, о которых говорила Ивлеева, ответ на вопрос, а когда конкретно этот прессинг и унижение закончатся? Вообще я хочу дать отличный совет коллегам с большой аудитории. Обзаведитесь знающими, грамотными советчиками, потому что когда мы совершали такие ошибки ранее, возможно, это прощалось. Сейчас не надо недооценивать свою аудиторию. Фактически история Анастасии Ивлеевой после этой вечеринки – это перезапуск рубрики «Крутое пике». И особенно иронично, что на этом фоне отдельные инфокоучи публикуют такие посты. Как правильно извиняться? Шесть приемов от Насти Ивлеевой. Вот немного выводов из этих публикаций. Настя транслирует, что поехал на Донбасс из соображений о моральных ценностях, а не желания отбелить репутацию. Отличный ход, ведь общие взгляды сближают ее с аудиторией, последние начинают больше доверять словам девушки. Или вот такой пассаж. В своих ответах Настя активно использует повторы, показывая твердую позицию и полное согласие со сказанным. Она часто говорит однозначно и абсолютно, и усиливает собственную уверенность в сказанных словах. Да, ставлю дизлайк такой аналитики, а вас призываю наоборот поставить лайк под этим видео. Тем временем проблемы возникли и у другой участницы почти голой вечеринки, у певицы Глюкозы, она же Наталья Чистякова. Кстати, на вечеринку она туда пришла в весьма скромном наряде и вела себя довольно сдержанно. Чего, правда, нельзя сказать о ее выступлении на Дне Металлурга в Красноярске. Девочки, а что за бывает? А вы бываете такими бесконтрольными? Ну, поехали. Ну, прежде всего, зрители не оценили, что глюкоза не попадает в ноты. Ну, еще щупает себя в области паха. Разумеется, тут же пошли разговоры о том, что глюкоза перед выступлением могла выпить или употребить что-то посерьезнее. Параллельно в сети стали всплывать фрагменты ее прошлых интервью. Мне тогда было 12 лет, и я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я вообще попробовала все наркотики, которые только существуют. Тогда, на тот момент, там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики, и экстази. Ну, в принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала. Да. Я пробовала героиня несколько раз, и потом нет, потому что я видела, как просто погибают люди рядом. Просто у нас в подъезде употребляли абсолютно все. Бездоносчиков и тут не обошлось. На горизонте моментально всплыла Мизулина-младшая, которая предложила органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики. А бывший продюсер певицы Максим Фадеев хочет запретить глюкозе использовать псевдоним на фоне скандала. Больше терпеть нет сил и не хочется. Поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Сама певица рассказала, дело в антидепрессантах и снотворных. Их она пьет, потому что последние месяцы для нее сложились тяжело из-за смерти бабушки и конфликта с упомянутым Максимом Фадеевым. Впрочем, вряд ли ту же Мизулину это волнует. Ну и третий герой этого разбора – Дима Билан. Уж он, казалось бы, вел себя максимально аккуратно. Лапшичную, в слогане которой есть слово «сосать», не открывал. На концертах себя за причинные места не трогал. А сразу после голой вечеринки поехал в республиканский травматологический центр на Донбассе. Но даже в такой ситуации наш российский депутат найдет к чему прикопаться. Так единороссу Султану Хамзаеву не понравилось недавнее интервью Билана, где тот говорит, что пока заводить семью не собирается. По словам Хамзаева, даже это высказывание дискредитирует традиционные семейные ценности, а значит, по-хорошему, Билана нужно оштрафовать. Тут я добавлю, что депутат Хамзаев является лидером всероссийского движения «Трезвая Россия». И судя по его заявлениям, он серьезно дискредитирует саму идею трезвости. Ведь когда трезвый Хамзаев открывает рот, моментально хочется употребить что-то покрепче, не дай бог быть на него похожим. Кстати, разбор его заявлений и чудо-инициатив сделает мой коллега Дима Низовцев в своем новом выпуске программы «Свины Отечества». Дима даже поговорил с Хамзаевым по телефону. Я готов с любым журналистом говорить по ходу своей работы. Я своей работаю. Даже с Макашенцем? Что? Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить. И все же абсурдные, казалось бы, всего лишь заявления в России, как мы знаем, устаревают очень плохо. Все те же депутаты уже вводят уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в тех же песнях, чему аплодирует Мизулина. И давайте спросим друг друга, смогут ли бравые слуги народа даже в необычном перформансе глюкозы обнаружить пропаганду чего-либо. Да и Билан пару лет назад тоже оказывался в центре похожего скандала. Так что поводов для дальнейшего давления у российской власти будет еще много. Как гопник, который может придраться к цвету шнурков, чтобы отжать телефон, российские силовики с легкостью оперируют распечатанными законами, чтобы раскулачить очередную звезду в пользу СВО, ну или чтобы отправить ее с камерой на Донбасс. Но на главный вопрос этим звездам сегодня никто ответ не даст. Как сделать так, чтобы отпустило, пожалуйста? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!